Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кованжи Алена Михайловна, учитель русского языка и литературы. Нам нужен учебник «Русский язык и литературное чтение» авторов Марии Волковской и Нины Горбачёвой. Тема нашего урока – Константин Георгиевич Паустовский, старый повар. Сегодня мы продолжим чтение текста, поразмышляем над прочитанным, узнаем о великой силе искусства – музыки. Готовимся слушать продолжение текста. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю. Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. Я сделаю это. А еще чего вы хотели?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал, «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, сбила меня совсем с толку. Хорошо, – сказал незнакомец и встал. Хорошо, – повторил он, подошел к клавесину и встал перед ним на табурет. Хорошо, – громко сказал он третий раз. И внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотню хрустальных шариков. Какие ключевые слова, ребята, и фразы мы можем выделить в этом отрывке? «Последняя воля», «Марта», «Молодость», «Старый сад», «Цветущий». Эти слова помогут нам разобраться в прочитанном. Какова была последняя воля старика? Он попросил незнакомца позаботиться о Марии. Он еще захотел увидеть жену, Марту такой, какой она была в молодости. Продолжим чтение текста. Слушаем. «Слушайте», – сказал незнакомец. «Слушайте и смотрите». Он заиграл. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками весь сад. «Я вижу, сударь», – сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой». И она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. «Смеялась», – повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь», – спросил он, – «Вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите?» – быстро сказал незнакомец, не переставая играть. «Что ночь из черной сделалась синий, а потом голубой. И теплый свет уже падает откуда-то сверху. И на старых ветках деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони. Я вижу все это!» – крикнул старик. Клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. Выделим и в этой части ключевые слова. Клавесин. «Слушайте», «Смотрите», «Вы видите», «Святы яблони». Как вы думаете, как незнакомец помог старику вернуться в свое прошлое? Он заиграл на старом клавесине так, что под воздействием чарующей мелодии старик вспомнил свое прошлое. Предлагаю, ребята, разделить рассказ на смысловые части и озаглавить каждую из этих частей. Предлагаю такой вариант. «Просьба старика», «Незнакомец», «Исповедь», «Последняя воля», «Великая сила музыки». Определим тему и идею данного текста. Тема – жизнь и смерть слепого повара. Идея, сила музыки очищает душу человека и наполняет последние минуты счастьем. В рассказе Константина Георгиевича Паустовского «Старый повар» мы вместе с героями почувствовали великую силу искусства, ее величество музыки. Узнали, как душа главного героя любила, страдала, радовалась и грустила. Продолжим беседу по тексту. Как вы думаете, если бы кто-то из слуг пострадал из-за исчезнувшего блюда, сознался бы повар в своем поступке? Какие качества он стремился воспитать в своей дочери? Первый ответ. Конечно же, сознался бы, так как, несмотря ни на что, он был человеком честным. В своей дочери он стремился воспитать честность и порядочность. Почему Моцарт назвал кражу не грехом, а подвигом любви? Выполнит ли Моцарт свое обещание? Позаботится ли он о Марии? Потому что этот поступок был совершен из любви к своей умирающей жене. Моцарт выполнит свое обещание позаботиться о Марии, так как он был не только великим музыкантом, но и милосердным человеком. Какую роль в рассказе играет описание природы? Описание природы является фоном для рассказа и действует в соответствии с развивающимися событиями. Увидел ли старик то, что хотел, услышав музыку незнакомца, несмотря на свою слепоту? Старик был не только мастером своего дела, но и романтиком, мечтателем, ценителем прекрасного. Поэтому, когда заиграл незнакомец, он все увидел. Нет ли противоречия в том, что музыкант исполняет светлую, жизнелюбивую музыку в тот момент, когда умирает человек? Противоречия нет, так как прекрасная музыка – продолжение жизни. Умирает старик, но остается жить его дочь. Почему Мария и старик поняли, что перед ними великий музыкант, только знающий свое дело гений, может заставить радоваться и печалиться, плакать и смеяться? Знаете ли вы, ребята, что-нибудь о жизни и творчестве Моцарта? Узнаем. Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Этот город находится на территории Австрии. Музыкальные способности Моцарта проявились в очень раннем возрасте, когда ему было около трех лет. Его отец Леопольд был одним из ведущих европейских музыкальных педагогов. Отец обучил Вольфганга основам игры на клавесине, скрипке и органе. Я предлагаю вам задуматься, что дает музыка человеку. Нужна ли сегодня людям классическая музыка? Предлагаю, ребята, написать эссе на одну из предложенных тем. Музыка в жизни человека, музыка моей души, сила музыки по рассказу, старый повар Константина Георгиевича Паустовского. До скорой встречи! Музыка 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 Музыка